Сегодня я хочу перевести видео самого провозглашенного на нарциссы Леона. Ссылку дам в описании. Он говорил на английском языке. Перевожу. Первое, что он назвал, что вы оказываете на нас некое давление. То есть не напрямую это давление может быть, а где-то вот так подспудно. Но вы хотите, ожидаете от нас верности, преданности, лояльности, сочувствия, ответственности. А мы это дать по определению не можем, потому что нам нужно изменять. Нам нужно постоянно менять партнеров, потому что мы не можем привязанности. У нас мы очень сильно травмированные люди. Мы не можем привязываться. У нас есть страх привязанности. Это связано с детскими травмами, тревожно-избегающими и так далее. Именно поэтому мы чувствуем себя даже хорошо в неких нарциссических малинах. Или, как говорят, гараж нарциссов, где такие же травмированные люди, как мы. С такими же травмами, и поэтому там нам не нужно притворяться. Поэтому они хорошо общаются с такими же нарциссами, с такими же пограничниками, истерическое, антисоциальное и другие расстройства личности. Они как бы друг друга не критикуют. Плюс то, что вы совершенно другой человек, у вас есть широкий спектр эмоций, у вас есть какие-то чувства, которые нам недоступны, вызывают в нас некий, может быть, провоцируют стыд, потому что напоминают нам свою ущербность перед вами. То есть мы не такие хорошие, как вы. То есть мы ущербны, у нас что-то, у нас какой-то дефицит есть. Мы это ощущаем, и мы поэтому можем вас за это, как говорится, принизить. У нарциссов всегда одна тактика, когда он видит человека, который обладает чем-то, чем не обладает он, у него одна тактика – принизить его, потому что он не может возвыситься позитивно. Он это делает так, чтобы вас вывалит в грязи. Но иногда это не получается, они просто ретируются, уходят и уходят в свой нарциссический гараж. Вот там, где такие же, как и он. Ну, плюс еще ко всему, говорят, вот я когда, меня привлекают женщины, которые вот хорошие, именно хорошие женщины, эмпатичные, порядочные и так далее, нас они восхищают. Но мы с ними чувствуем некомфортно, потому что у меня вот мать была такая, там пьет, курит, матом ругается, да. И вот именно с такими женщинами мне, ну, по крайней мере, более комфортно. Мне с хорошими женщинами не, ну, я чувствую свою ущербность. Плюс, нужно понимать, мы люди, которые были отвергнуты в детстве и отвергнуты родителями. И поэтому мы, чтобы не почувствовать вот это отвержение, мы делаем, отвергаем вас, то есть отвергаем на опережение, да. То есть придумываем какую-то причину, вас резко обвиняем в чем-то и, причем, неважно, сделали ли вы, не сделали. Они там в этом мозгу придумывают, какую причину, в каких преступлениях вас обвинить. То есть это вот в этом плане они, у них нет проблем придумать причину. То есть они могут придумать причину на пустом абсолютном месте, вас же завиноватить, вас обвинить вселенским злом, чтобы вы чувствовали себя плохо, ущербно, потому что они таким образом избавляются от своей ущербности. То есть нарцисс постоянно внутри чувствует свою ущербность. И чтобы не чувствовать эту ущербность, он заставляет вас чувствовать эту ущербность. Да, но это свойственно отвержение на опережение, не свойственно и нарциссам, и социопатам, и пограничникам. Третье, что он говорит, мы подавляем с детства свои эмоции, поэтому мы не можем привязываться, только иметь короткие интрижки. Нам нужно постоянно изменять. Если мы не изменяем, мы чувствуем себя плохо, потому что мы боимся привязанности. Как только мы начинаем привязываться, у нас начинается паника. И нам нужно, как говорится, сразу идти искать кого-то другого. Ну, плюс нужно понимать, что нарциссы, у них идут циклы идеализации, потому что идеализация бесценнее. Это связано с тем, что нарцисс застрял в очень таком архаичном, примитивном фазе развития детском, когда мать идеализируется как некое божество, то есть это некая какая-то волшебная фея нереальная, которая как божество исполняет все желания ребенка. И вот на этой стадии развития они застряли. Здоровый ребенок, он сначала мать идеализирует, а потом постепенно он не то что ее обесценивает, он понимает, что она там реальный человек со своими слабостями, что-то она не знает, что-то она не умеет. И он это воспринимает как некую норму. Поэтому у нормального человека образ идеального партнера, идеального родителя, он довольно-таки реалистичен, приближен к жизни. А у нарциссов остался вот этот младенческий образ, как всемогущее какое-то божественное существо, которое превращает все в золото, а только от одного проникновения. И если вы не такая, а обземная женщина со своими слабостями и недостатками, то он вас считает обманщицей. Он не хочет понять, что это в его мозгу что-то искажено, то есть недоразвитое восприятие действительности, это вы виноваты, вы его обманули. То же самое нарцисс себя не может любить, только идеализированную версию себя может только любить. И партнеры, и только идеализированную версию партнеры. Поэтому происходит обесценивание, а за обесценивание происходит утилизация.